так друзья фарш перемешан и готов собственно к производству котлет вот о чем я вам говорил видите почему я редко делаю потому что это время не занимает пипец и иногда тебе просто лена иногда просто как бы времени нет причем это время только приготовления не считаю времени что надо как бы найти купить все подходящие продукты в наличии почти три часа хотя но я правда успел еще помыть всю посуду которую мы запачкали видите все и мясорубку то есть ничего сложного и умыть нету когда вы и помыли его надо полностью разобрать положить на просушку и когда высохнет вот эти части где нету покрытия надо смазать маслом ну каким я точно сейчас вам не скажу если у вас другого нету там подсолнечным сойдет вот короче давайте я пока не буду загадывать что у нас будет по поводу буду ли их вакуумировать или сразу все жарить почему потому что я реально пока не понимаю сколько у нас получится в сухом остатке этих котлет здесь смотрите какие интересные салфетки попались кухонные ну вот эти полотенца как раньше таких не видел то есть мало того что их можно по половине отрывать но это давно было а теперь их еще можно и напополам разделять а если использовать целую то она промакивает вообще туп-туп-туп ну стоит не знаю обычно не особо заморачиваюсь уже хватает на миллион лет и так обычно беру самый большой пак ванну кладу на хранение и потом постепенно трачу так ночью давайте приступим будем делать так как тем более это свина говяжий их делать толще чем одна четвертая вообще смысла не имеет почему я вам говорил потому что говяжьи можно не дожаривать и многим людям вообще нравится когда они с кровью или полусырые ну и я в том числе я люблю слабо пожаренные говяжьи котлеты ну или по нашему я вам говорил они называются бургеры по их нему вернее так надо взять какую-то тарелочку куда складывать готовые котлеты когда мы увидим сколько их будет на деле тогда решим что с ними делать надо просто прикинуть если их там на три дня так их тогда просто пожарю съем оси будет больше то да видите короче фарш получился немного такой с комками да ну это во первых из-за лука здесь не только в луке секрета я вам скажу здесь секрет еще в мясорубке то есть если вы заметили у меня там стоит насадка крупная то есть это получается что-то типа рубленых котлет вот по поводу жарки котлет сложности никаких нету вот смотрите что у нас получается с одной стороны было в сторону с другой стороны чё плохой шуль девайс за такие деньги и потом просто вот раз вот котлетка готова конечно когда их охладить они все примут свою форму ну к примеру как я вам показывал но не наверное все таки придется упаковывать вижу что много получается короче значит добавим сюда это так сейчас секунду вот бумага короче здесь есть типа когда она продается сразу вот эта хрень металлическая и пошел бы открывать ну так ее можно просто руками отрывать куски которые вам надо раз сюда положил и котлету туда вот я прошлый раз так делал все это проверенный способ получаются супер супер они отлично сохраняются но это для холодильника это не для вас сейчас посмотрим сколько их будет по сути так погнали дальше видео делал dealing делал туда и конечно более липкая чем tomar делались говядины потому что здесь яйца и сливки там и всякий лук ноут эта бумага она влагостойка ничего не происходит она просит она то ли воском то ли парафином не знаю чем-то сертифицированным для пищевых продуктов и как бы это лучше конечно чем там целлофан вот уже целлофаном сильно загрязняют экологию здесь как бы обычная бумага ну чё она может загрязнять тоже здесь много больше чем надо да то что он сказал получается она как бы более рубленная такая котлета есть вообще такой кстати рецепт рубленые называются когда их рубят а здесь просто крупного помола я думаю что это каждый вариант имеет свое право на жизнь то есть кому-то нравится мелкого помола кому-то нравится крупного потому что крупного она все-таки в ней будут попадаться куски мяса и она будет как чувствоваться что она из мяса сделана непонятно из чего вот особо ничего критичного не вижу то есть по крайней мере мы ничего не испортили уже консистенция отлично самая конечно фигня в котлетах это если они получатся жидкие тогда это все это пипец вы просто офигеете уже все испорчено будет а здесь видите никакой жидкости вот я даже держу и она отлично сохраняет получается достаточно быстро и самое главное они уже все одинаковые оптимального размера то есть полностью готовы как для жарки так и для запаса на зиму то есть пожалуйста пакеты завакуумировал или если у кого есть контейнеры и много места в холодильнике но контейнеры вам показывал тоже недавно видео специальный фирменный контейнер для вакуумирования насколько штук котлет уже получается 55 на больше уже не поместится так 1 2 3 4 5 5 котлет знаешь вместимость этого контейнера 5 котлет ставлю сразу в холодильник чтоб не пропадал так то есть холодильнике у меня запас получается уже имеется значит час надо это мы потратили где-то только треть фарша знаешь будет еще в два раза больше знаешь по-любому придется замораживать потому что больше недели я и хранить не хочу сыром виде а пожарить еще наверное придется ладно давай к сожалению закончились в эти возьмем другой контейнер и продолжим а потом посмотрим сколько останется и будем делать уже для жарки блин ну все-таки фигня ну с одной стороны дерьмо с другой стороны мне почему-то нравится не знаю вообще к таким девайсом не очень отношусь ну потому что друзья тут еще знаете как из мелкого фарша уточеном групп в принципе очень легко котлету слепить особенно если у него хорошая консистенция а вот из такого вот этого рубленого ну это очень непросто по крайней мере времени будет уходить долго и результаты будут не идеал так раз нужно бумаги бумаги смотреть да acağız давайте ér вы будете делать котлеты из них будут торчать вот эти куски лука куски мяса вот так все повышается идеально идеально когда они охладятся не эту форму пример она чуть-чуть так ну как бы вдавливать чтобы пустоты уходили и заполнялись видите ну прямо там идеал идеал конечно не нужен все-таки же для себя делаем красота так ну все значит получается что у нас по факту одну коробку просто можно прямо в таком виде заморозить эти контейнеры они для заморозки подходят ну и самое главное что это я потратил только половину компонентов у меня еще осталось только же говядины сколько же свинины и лука половину я отрезал я могу принципе еще одну партию вечером сделать если захочу если настроение будет проблем правда видите уже всю хрень помыл ладно сколько там уходит на мойку не 10 минут не особо то и проблему так дальше одна поместится или нет здесь сколько уже развод 4 права на что же контейнер то что конечно да лучше их завакуумировать по паре котлет попали котлет в одном пакете тогда будет удобно достал у тебя две котлеты положил холодильник на размораживание через сутки там она разморозилась ты ее достал виде котлетой пожарил одну съел вторую съел вечером тоже вариант очень хороших ну пять котлет до на один раз дороговато но не критично так крышку так на штуке какой-то из этих контейнеров один придется заморозить не знаю кто такой пока в холодильнике и вот это то что тут осталось это то что жарим тут буквально на 2 котлеты осталось видеть из такого количества получилось 12 котлет я думаю это очень неплохо очень неплохо потому что сколько потратил получаются 10 15 на мясо 15 долларов ушло и получается с этой раз это половина то мы могли бы сделать 24 котлеты за 15 долларов это получается за 5 долларов 8 котлет грубо говоря по пол доллара за котлету я думаю очень хорошо ваша если вы в ресторане пойдете такую большую котлету вам там продадут за знаю долларов за 5 так одну и продадут минимум если она кастомная такая если вы по 1 делали это за 5 наверно не делать ничего не будет так что такая котлета может стоить 10 долларов ну вот видите как я вам сказал тут две котлеты так оно и получилось все тут у нас идеальная чистота это мы помоем так это нам уже не надо два крепа обалденска это все помыть это помыть это помыть это помыть это помыть и это помыть сейчас друзья нажму на паузу ну как бы сковородку она есть всегда содержу в чистоте просто переставлю 6 плиту было видно спрашивали зачем держать здесь защита от того шоу задует огонь то есть если огонь задует газ перестанет поддаваться это такая система в этой плите встроена естественно это никакие не чудеса это просто мне кто-то горел зачем ты так долго это шоу не загорается шой нет она загорается только когда ты отпустишь она тухнет обратно но там надо сколько-то подождать это защита но это я просто протираю потому что я давно и может там уже когда скота шерсть налетела разогреваем вот блин ну две наверно ни хрена не поместится сюда в эту сковородку одну пожарим сейчас примерить хотя бы блин мы могут две поместись ладно пожарим тогда двечу наверное одной не наешься тем более что у меня 10 котлет еще уже готовых лежат в холодильнике это конечно совсем другие ощущения друзья когда ты знаешь что у тебя 10 таких здоровых котлет пусть посмотрите на них просто королевские шикарные котлеты они же толстенькие сильно большой огонь не нужен вообще знаете котлеты обычно в чем-то обваливают в таких молотых сухарях их можно делать самому например в кофеварке электрической намолоть да можно и знаете есть такие маленькие ну она выглядит как мясорубка но называется не мясорубка но если так своими словами назвать мини мясорубка для спец то есть просто туда сухари кидаешь и делаешь их виде молодых сухарей можно покупать они в магазине стоят вообще копейки копейки в доллар 3 есть с итальянскими специями с пармезаном я покупал но я друзья отказался от покупных качество мне не нравится вкус да неплохой но они там по-любому добавляют какие-то консерваты какие-то хрень у меня было несколько банки 3 за все время покупал их же надолго хватает там банка здорово где-то такого размера такая как туба и чтобы не пропадала чтобы не старела чтобы не прогоркала они все равно всякое дерьмо туда добавляют меня это не устраивает поэтому я их перестал покупать если бы они мне нужны были бы купил поэтому у меня в наличии нету у меня есть хлеб который засох вот это органический но у меня нету этой электромельницы я не хочу ее покупать хотя их постоянно вижу даже по 5 баксов максимум они продаются они всегда есть секонд-хенде потому что люди их покупают потом они покупают какую-то кофе-машину или покупают кофе уже помолотый то есть им надоедает вот это молоть каждый раз они все эти машинки несут секонд-хенде я их там миллион раз видел но у меня даже нет мысли покупать потому что не нужно мне поэтому эти сухари видите ну я бы мог их единственное знаете что поломать на куски и помогать короче вручную в ступке для специй но это бред понимаете этим заниматься это маразм уже поэтому давайте знаете как сделаем я бы так не знаю белый дел короче не буду сейчас обещать ничего давайте одну котлету тогда сделаем с мукой ну просто чтобы посмотреть разницу и одну сделаем как она есть вот такая мука если кто будет спрашивать какая-то фермерская короче написано смельница так наливаем уже масло то же самое жарить я буду на тут смесь оливкового и какого-то еще специальная смесь для жарки короче наливаем его буквально чуть-чуть чтобы она чуть покрыла и огонь сразу уменьшаем на вообще надо медиум ставить но я ставлю меньше медиума потому что я эту плиту свою знаю она очень высокопроизводительна все плиты разные вот короче одну котлету мы кладем сюда вот потом сюда вот распределяем видите муку чтобы она не была комка обделываем ее по выполнена по ребру здесь тоже самое хорошо намазываем их тоже самое нам не нужно здесь лишняя мука поэтому никаких комков тут не создаем так это уже нагрелось сейчас секунду она может быть горячая может быть еще холодная лучше выработать привычку всегда братьев какой-то прихваткой тогда точно не обошлось потому что бывает на автомате иногда схватил и все поэтому я уже как бы так не делаю вот эта палочка была в обзоре новости жизни трейлера из секонд-хенда очень мне понравилось но естественно это я не бушную покупал это были новые их наборе было три штуки разных размеров это средняя такая была еще меньше и больше то есть это средняя по размеру очень понравилось мне и теперь мы берем нашу котлету и кладем сюда чтобы на руки нам не брызнула это горячая наверное чуть побольше сделаем котлету толстая и подвинем ее чтобы было место для второй теперь берем вторую котлету кладем рядом ждем примерно 30 секунд ну это тоже не обязательно это я так делаю но что но так не надо делать 30 секунд ждем и переворачиваем для чего мне так кажется что вот эта корочка которая образовалась она как бы котлету под запечатала немного на на ну на таком на как это сказать на молекулярном уровне и здесь она уже видите она уже здесь будет сохранять внутри соки то есть их надо запечатать теперь мы их переворачиваем просто засекаем время ну вообще мне кажется по пять минут с каждой стороны было бы достаточно но так как они сделаны с этого не сказать что прямо полностью рубленые до котлеты но немного похоже на них поэтому плюс здесь я реально вам говорю шуя вообще как бы рисковый до человек по жизни но я не хочу делать глупый риск если я знаю что свинина плюс она лежала неделю в холодильнике плюс тут крупные куски я лучше три минуты добавлю для страховки поэтому восемь минут с одной стороны 8 другой закрываем специальной сеткой чтобы жир не летел крышку не закрываем и включаем вытяжку и нажимаем на паузу так друзья сейчас я просто следил за таймером слышите запищал ну естественно это уже второй раунд вернее как 2 естественно я их уже перевернул я этого не стал записывать я-то думаю что вы знаете как котлеты переворачиваю сейчас еще включу на секунду парнис ну вот о чем он говорил видите этот коричневая такая хрень это вот тушу кровь я не положил это она бы вот это по вытекала из них на так видите крови достаточно мало это котлета которая была с мукой и вот это котлета которая была без муки так выключаем газ закрываем не воняло уже кстати вестрейл котлетами так сейчас как бы это красиво все сделать а мы чуть сюда переместимся так так покажу вам ну уж вы оценили качество готового продукта чем мы готовили полчаса да кстати друзья по времени что-то я блин посмотрел тут уже полтора часа я наверное все таки буду делать два видео но потому что никто не будет это смотреть одно видео тогда сделаю про фарш второе видео тогда сделаю про же котлеты будет час и полчаса это все таки лучше чем полтора плюс как бы ну у зрителей будет выбор они смогут сами как бы выбрать чем посмотреть может быть кому-то интересен только фарша жарите не знают как может кому-то наоборот но в наше время как я понял у меня на канале многие пишут что им полезно эти видео потому что не все умеют знаете готовить хотя бы как-то я же вам не говорю что этом супер повар но в наше время и не только мужчины но и женщины многие не умеют готовить поэтому в принципе если вы посмотрите несколько моих видео мы вы научитесь очень просто и недорого готовить очень вкусную еду для себя короче начнем дегустацию с котлеты которая без муки сначала посмотрим ее внутри чтобы убедились что все прожарилась но все-таки 15 минут до ух блин я не могу пока я их делают это ушло два часа я весь просто ну просто уже ну запах блин она еще знаете когда она еще горяча это нюхать этот запах он прямо как из нее как знаете как и испаряется то есть идет пар видите и этот запах и ты когда нюхать тебя просто прям ну запах шикарный вот этот весь смесь перцев вместе лук чеснок свинина говядина вот эти сливки шикарные то все эти компоненты они просто когда здесь смешались и плюс обжарились но это просто не я не знаю это блеск внешность котлеты меня полностью устраивает кто-то любит черные чтобы они были прям коричневые мне это все то что пригорелая не нравится ну как если там чуть поджарилась вот как тут но это я считаю максимум должно быть но здесь почему так получилось я не знаю может вначале огонь был большой потом я чуть уменьшен очень мощная плита и плюс чугун это свои особенности а просто котлеты вам горю давно не дел короче пробуем охренеть это просто сумасшедшие друзья если кому интересен рецепт фарша обязательно смотрите предыдущем видео подробно рассказывал ну как же все таки она хорошо получается когда мясо крупными кусочками о чем я вам говорил то есть видите крупно кусочная котлета вам даже не хочется его глотать потому что она настолько вкусная хочется держать его во рту бесконечно и наслаждаться этим вкусом я друзья не обманываю но я не знаю почему это получилось больше блин муж котлеты были разные единственный да я все по честному говорю единственный небольшой минус она такая не очень сочная ну то есть она сочная видите но не очень то есть можно было бы чуть посочнее но это наверное вот именно из-за того что она без присыпки сейчас пробуем то которая была покрыта мукой но она видите толще получилось но может сама котлета больше было не знаю а может быть все таки мука сделала эту корку такую на ней хлебную мучную и дала сохраниться соку сейчас попробую запах сумасшедший просто сумасшедший как бы и все мне кажется в идеальных пропорциях соль особо ну есть но не чувствуется что она соленая прямо чеснок ясно чувствуется запах но то же время он хорошо про готовился пропекся и и нету как бы избыточного чеснока лук это все ну как бы как мне кажется это идеал ничего лишнего и в то же время со всеми компонентами как бы пропорции мы угадали да я не знаю что сказать друзья просто слов нету не только для это по моему еще получилось лучше но я не уверен что это из-за муки может быть это все таки за то что она больше было надо сделать чуть потолще вот такая должна быть это супер-пупер но это тонковато я понял почему я же делал из остатков фарша наверно на эту все таки не хватило а нет наоборот там оставался лишний фарш и я его засунул в эту поэтому то получилось меньше ну или так или так я уже не помню но ну любил очень вкусно я уже думал съесть одну но верно невозможно придется съесть обе сейчас возьму что-нибудь еще на закуску вот сварю чай и буду наслаждаться этими котлетами друзья а вы наслаждайтесь своей едой всем приятного аппетита пишите каменты и ставьте лайки подписывайтесь да благоволит вам господь пока пока увидимся на канале с вами был юджин локс